Всем привет! Сегодня я вам пообъясняю, как я записываю видео на YouTube. Первое, что я вам хочу сказать, видео, которое я записываю, я записываю с помощью программы Camtasia Studio. Ссылку я вам дам в описании. Можете скачать, можете установить, можете попытаться записывать. Может у вас что-нибудь получится, даже может лучше меня. Так, ну первое, что вам надо, чтобы записывать, это скачать и установить эту программу. Далее вам надо иметь представление, что вы хотите записывать. Если вы делаете это первый раз, то вам лучше записать на бумажке текст, или хотя бы записать там, что вы должны примерно будете сказать, а то можете забыть, если вы не умеете импровизировать. Например, я практически всегда импровизирую, даже сейчас у меня нет определенного текста, я сейчас сижу и придумываю сам слова. Для этого видео. Когда вы скачаете и установите программу Camtasia Studio, то когда вы запустите, у вас появится вот типа вот такого вот окошка. Только вот без вот этого, без этого, без этого. То есть у вас будет просто пустое... Сейчас покажу вам. Сейчас. Он будет примерно вот так вот выглядеть ваш первый... Есть как первый запуск, когда вы запустите программу. Далее, что вам надо нажать, это Record to Screen. То есть вы будете записывать свой экран. Когда вы нажмете сюда, я не буду нажимать, иначе у меня может выключиться запись, то у вас вот тут вот появится вот такая вот... Вот типа вот такой вот менюшки, где вы можете выбрать размер экрана, можете выбрать камеру, веб-камеру, аудио, можете увеличить, уменьшить звук. И у вас тут будет такая вот кнопочка Record. Когда вы нажмете, то ваше видео будет записываться. Так, и когда вы нажмете кнопку Stop или F10... F9, кстати, это у нас пауза. Когда вы нажмете F9, то видео ваше остановится. А если вы нажмете опять F9, то видео ваше опять продолжится записываться. И, допустим, когда вы нажали F10, то у вас появляется такая вот менюшка, где вы можете выбрать, что сделать с этим видео. Можете посмотреть его, можете перемотать, можете с ним... Знаешь, что-нибудь, помню, что-то можете сделать. С ним еще сохранить, удалить, изменить. Но если вы нажмете сохранить, то вы можете выбрать, в каком формате вы хотите его сохранить. В формате, который поддерживает Camtasia, то есть, чтобы можно изменять в нем, в Camtasia, добавлять звук, уменьшить звук, изменить аудио, наложить аудио, наложить видео друг на друга, эффекты разные, изменить размер курсора, ну и все такое. Или вы же, вы можете сразу сохранить видео в формате MP4. То есть, там, без обработки, как вы все записали, так все и сохранится. Но это я вам не советую делать, потому что, если вы новичок, то, я думаю, вы не сможете записать с первого кадра все нормально, что вы хотите. Так, допустим, вы нажали уже сохранить в формате, который поддерживает только Camtasia, то у вас примерно появится вот такое вот окошко. Тут вы сможете выбрать, какой будет, какой ширины и высоты будет ваше видео. Ну, тут вы можете выбрать любой размер, но я выбираю, чтобы было HD-качество, размеры записи. И нажимаем «Лок». Так, далее вы можете тут посмотреть, какие есть у нас настройки. У нас тут есть видео. Если вы удалите это видео, то и удалится и аудио. Так. Вы можете... Давайте посмотрим, что вы можете сделать. Вы можете добавить зум, то есть, чтобы у вас увеличивалось, уменьшалось видео. Вот, примерно, вот в таком вот, чтобы было бы видно, что у вас показано на экране. Может, кто-нибудь не видит. Вот, как мне тут видно, я играл в Травиан. Если хотите, можете зайти поиграть. Ссылка будет тоже внизу в описании. Так. Также вы можете у... Так, ну, давайте посмотрим, как всё-таки работать с зумом. Когда вы нажимаете на зум, то у вас появляется здесь вот такой вот... Квадратик, что это? Короче, такая вот фигня. По-другому я не знаю, как назвать. И когда вы перемотаете куда-нибудь подальше, то вы можете опять выбрать, до скольки у вас уменьшится или увеличится игра. То есть, если вы здесь очень сильно увеличите... Давайте... Хотя, нет, если у вас будет очень далеко, а здесь у вас будет он немножко приближаться, давайте посмотрим, как это выглядит будет. Так. Запускаем и смотрим, что наше видео сейчас быстренько увеличится. Ну, как вы видели, наше видео увеличилось, то есть, увеличилось, и надо автоматически... Ой, вручную всё настраивать. Поэтому я очень редко использую этот зум. Если только... Где-то очень надо это, то только там используют зум. Дальше у нас тут есть вкладка аудио. Ну, в аудио я использую Camtasia Studio 7. Тут оно немножко изменено, чем Camtasia Studio 6, ну и Camtasia Studio 8 есть, но я не знаю, как там в Camtasia Studio 8, потому что я не качал, не пользовался. Так, тут вы можете увеличивать громкость. Если вас очень плохо слышно, то вы можете тупо увеличить громкость своего голоса, или там музыки, или чего-либо. Но если у вас плохой микрофон, то у вас, конечно же, качество ухудшится сразу же. А если у вас, наоборот, очень громко слышно, и вам надо, чтобы потише слышно было бы, можно уменьшить. Так же в Camtasia Studio 7 очень хорошо добавлять музыку. Ну, допустим, если вы хотите добавить какую-то песню сюда, трек какой-нибудь, сейчас добавим. Так, у меня тут для видео была скачана песенка. Переносим. И переносим мы ее вот сюда вот. И далее, чтобы наложить звук, нам надо создать новую звуковую дорожку. И вот сюда вот ее вот так вот переместить. И если вы запустите ваше видео, то, скорее всего, музыка будет перебивать ваш голос. Поэтому надо немножечко настроить музыку, ну и ваш голос, собственно. Ну, обычно у меня примерно вот на таком вот... Примерно вот так вот я настраиваю. Громкость у меня 10%, а голос остается 100%. Так, ну что... Так же тут можно вот делать... Так скажу... Можно делать так, чтобы если вы хотите... То, чтобы ваш голос... Сейчас, секундочку покажу. Нет. То можно сделать так, чтобы... Например, если вы не хотите, чтобы музыка постоянно играла бы так же громко, то вы можете добавить такую вот фигню, как... Макер звука. То есть... Как у вас будет... Вы можете вот так вот регулировать громкость видео. То есть, если вы хотите, чтобы сначала было бы очень громко, потом было бы тише, и потом опять было бы громче. То вот так вот вы можете немножечко сделать. Так, ну, больше тут для новичка ничего не надо. Эффекты, я вам думаю, тоже не нужны. Ну, есть, ну, кого, кто хочет, курсор эффект. То есть, как будет выглядеть ваш курсор. Ну, можете посмотреть... Ну, допустим, увеличить гигантский размер поставить курсора. Наложить какой-нибудь эффект. Ну, там, например, такой вот, такой вот. Ну, лучше без всяких курсоров. Ой, без всяких улучшений, без всяких эффектов. Потому что обычно людей только раздражает. Ну, допустим, если мы сейчас запустим видео, то смотрите, как оно выглядит. Будет гигантский курсор, который будет отвлекать вас. Поэтому это лучше, мне кажется, не настраивать. Так, и всё. Когда вы записали уже видео, вы хотите его уже обработать, то нажимаем вот сюда. И у вас тут появляется вот такой вот мастер создания фильма. Ну, и тут вы выбираете, в каком формате вы хотите сохранить ваше видео. Ну, я обычно сохраняю в HD-качестве. Это если вы, конечно, записали уже в готовом, в хорошем формате. Нажимаем «Далее». И здесь мы выбираем, куда вы хотите сохранить ваше видео, название видео. И нажимаем «Готово». Всё. Так, я не хочу ничего записывать. Ну, примерно, если ваше видео длится 10 минут, то у меня, примерно, на моём компьютере оно обрабатывается где-то полтора, час, час-полтора времени. Если же оно у вас маленькое, то оно будет, конечно же, намного быстрее. Так же, обработка видео зависит от, ну, там, звука, какое у вас качество звука. Если вы добавили ещё и песню, то видео, конечно же, будет дольше обрабатываться. Так, ну, я думаю, я на этом закончу. Если вы хотели научиться снимать видео, то, я думаю, вам это видео чем-нибудь, как-нибудь поможет. Если вы не хотите, то могли бы это видео и не смотреть. Так, ну, я думаю, на этом закончу. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok